Второй год подряд уже публичной мобилизации, ну уже не публичной, вначале было публичной, потом сказали чуть ли не через месяц, да, что все она закончилась, ничего прекрасного мы с вами знаем, особенно вы, Ольга, как никто, что ничего не заканчивалось, все это продолжается, но тем не менее, как раз вот столицы Петербурга не касается, по всей видимости, что нам известно сейчас на самом деле о мобилизационных процессах, где больше всего гребут и планируют ли вообще на какой-то цифре останавливаться, или всех будут? Ну знаете, у меня такое ощущение, что гребут, гребут по-прежнему очень хорошо в трех местах, гребут в тюрьме, гребут сильно, слушайте, как гребут, вот прям все сильнее и сильнее, и сейчас знаете, как гребут, гребут под лозунгом, что в общем последний эшелон уходят с контрактниками, и уже создаются призывные комиссии на местах, то есть не подчиняющиеся только военкоматам, но которые в общем составляют сотрудники в синтаке, тюремные призывные комиссии, и все это видят заключенные, и да, у кого были какие-то сомнения, подписывать контракт, не подписывать контракт на войну, подписывают, потому что понимают или считают, что они понимают, что это последний шанс получить какие-то деньги контрактные, а дальше будут просто брать всех без разбора под мобилизацию. Каждый день, все время мы получаем сообщения о вербовке в зонах, в зонах, в зонах, в зонах. И второй котел по-прежнему работает, это бывшие кастарбайтеры. Мы на этой неделе видели разворачивающийся сюжет с гражданами Таджикистана, которые возвысили, в конце концов, свой голос и добрались хотя бы до посла Таджикистана. Сейчас известно, по крайней мере, о десяти убитых граждан Таджикистана, отмывающих наказание в российских тюрьмах, которые завербовали Министерство обороны или вагнеровцы. Но я понимаю так, что десять человек — это очень заниженное число. Порядка десяти тысяч граждан Таджикистана на момент начала войны отбывали наказание в российских местах лишения свободы. Их очень охотно берут и Министерство обороны, и брали вагнеровцы. И родственники, они сами обращались в посольство Таджикистана с просьбой либо остановить эту вербовку, либо перевести заключенных отбывать наказание в Таджикистан. Но посол ответил нечто совершенно невразумительное — как-то надо обращаться в Генпрокуратуру Российской Федерации и Генпрокуратуру Таджикистана. И если эти две генеральные прокуратуры найдут, что действительно лучше отбывать человеку наказание в Таджикистане, тогда может быть депортация. Ну, то есть нет. Ну, то есть нет — идите воюйте в Украину. Вот им совершенно все равно. И мы говорим сейчас только о заключенных, при всем при том, что мы понимаем с вами прекрасно, что на свободе такие граждане, которые получили российский паспорт только что, или хотят получить российский паспорт, или они просто гастарбайтеры, их берут тоже очень много, очень охотно, и часто они не имеют ни возможности, ни силы сопротивления, просто хоть элементарно не зная русского языка, или плохо его зная. Ну, и по-прежнему работает очень хорошо пылесос на национальных окраинах. Не всех гурят еще призвали, не всех тувинцев еще призвали, не всех дагестанцев еще призвали. Там еще есть, что пылесосить. И совершенно понятно, что города-миллионники, они пойдут в последнюю очередь. Здесь пока только либо добровольцы, либо какой-то командный состав, и такая рекламная картинка. А вот они же говорят, что нет никаких вообще нужд мобилизации, ни волны, ни волнишек. Картополов говорит, у нас все под контролем, даже электронные повестки не будут рассылать. Да, но сразу вспоминается вообще, конечно, любой прекрасный рэп с рефреном. Говорили они. Да, говорили они. Они говорили, что на этой неделе они говорили, что в России создана самая совершенная, самая совершенная система мобилизации, говорили они на глубом глазу, не подозревая, видимо, существование государства Израиль. Они говорили, что нет никакой мобилизации, несмотря на то, что до сих пор не закончена годичной давности частичная мобилизация, которая продолжается. Они говорили, что у них есть потребности в мобилизованных разные цифры от 300 аж до 700 тысяч. По крайней мере 350-400, полмиллиона. Можно без труда взять в этих трех местах зоны, гастарбайтеры и национальные окраины вообще легко, легко. А я вообще думаю, что и до миллиона в этих трех местах вместе взятых. Поэтому пока это так, и пока большому российскому населению совершенно не жалко им все равно, что забирают заключенных, забирают гастарбайтеров, забирают национальные окраины, голос которых тоже не слышал никак. Пока это происходит, а еще раз, можно устроить еще пару волн, а то и тройку волн большой мобилизации так, что их не увидят в большой России. Это и будет происходить именно так. Вот такая ползучая мобилизация, которую в общем на самом деле все виды, просто внимания не обращать, потому что ну зачем? Ну что, зэков что ли жалеть? Или гастарбайтеров жалеть? Или тувинцев жалеть? Ну конечно нет. Ну кому их жалко? Господи. Ну да, я думаю, что об этом никто даже и не думает ни утром, ни вечером, ни на протяжении дня. Ольга, еще один вопрос, пожалуйста, на окончании нашей беседы. Там в Госдуму какие-то проекты законов поступают о том, чтобы разрешить Росгвардии добровольческие формирования той Росгвардии, которой разрешили танки и тяжелое вооружение после недомятежа Пригожина. Что это за процессы происходят? Зачем Путин масштабирует оснащение и живой силы уже Росгвардии? К чему готовится? Ну вот знаете, Росгвардия это Золотов. Золотов охранник Собчака, давний и близкий клеврет Путина, который всегда отвечал у Путина за переговоры, когда он еще не был президентом с бандитами. Сейчас курир это в основном отношении Путина с Чечней, с кадыровцами. И сейчас именно Золотов взял на себя какую-то часть наследия Пригожина. А именно ему поручено, я уже сказала несколько слов, глагол «пылесосить». Пылесосить оставшихся заключенных в России. Заключенных которых выпустил Вагнер, потому что никто же не планировал, что Пригожин поссорится с Шойгу и выведет Вагнер с фронта и распустит заключенных по домам. Их несколько десятков тысяч человек, которые, собственно, очень сильно способствуют росту преступности внутри России. Конечно, это криминальные и глубоко психически раненые граждане. Конечно, их стараются сейчас из России теми или иными путями убрать. Они очень легко заново садятся в тюрьму. Тем более, у них сейчас нет прикрытия в виде юристов Вагнера. И там их снова забирают на фронт. То есть пылесос тюремный по-прежнему работает. Ну и второй выход – это, конечно же, Росгвардия, которые с большой охотой вербуют бывших заключенных, бывших вагнеровцев, но направляют их на работу не внутри России, а на оккупированных территориях. И это будет продолжаться. Это будет сделано добровольно и принудительно. Их будут постепенно высасывать из России. Но поскольку что такое, прежде всего, Росгвардия? Росгвардия – это, прежде всего, разгон недовольных, разгон протестующих, откуда на оккупированных территориях протестующие и недовольные. Да ниоткуда. В общем, ниоткуда. И поэтому совершенно нормально то, что Золотов придумал, отклонировать еще разочек ЧВК уже из своих сил. Куда их девать-то этих людей? ЧВК им близко и понятно. И если уже ЧВК есть везде, я уже даже не могу припомнить словосочетание, которое бы не называлось уже ЧВК. Знаете, как Чехов писал? Нет такого предмета, который не мог бы быть еврейской фамилией. Вот то же самое могу сказать про частные военные кампании в России. Уже нет такого предмета, который не мог бы быть названием ЧВК. ЧВК «Рысь», ЧВК «Ветеран», ЧВК «Патриот», ЧВК «Редут», ЧВК «Урал». Я уже столько всего слышала самых разнообразных ЧВК. И почему бы, конечно, ЧВК не создать в Росгвардии? Тем более, что еще в Росгвардии нет частной военной кампании. А частная военная кампания – вещь хорошая. Она чем хороша? Все-таки ключевое слово «частное», то есть добровольческое формирование – это, прежде всего, связано с частными военными кампаниями. Сейчас частные военные кампании обязаны заключать контракт с Министерством обороны. А что такое контракт с Министерством обороны? Это не только клятва верности Министерства обороны лично Шойгу. Это еще и поставки. Поставки Шойгу к Герасимову, где патроны, где снаряды. Это, само собой, снаряды, но еще и поставки продовольствия, обмундирование. То есть это тендеры, бюджетные деньги. Это старый, добрый, хорошо всем знакомый распил, но распил на войне, где, конечно, контроля гораздо меньше. Ну и как пройти мимо такого? Да никак. Невозможно. Да, такой лас и шматок, как-то кажуть. Ольга, спасибо вам огромное за сегодняшний эфир. Кстати, еще видела стоят дети, которые чуть ли не возраста детского садика, чистят оружие, игрушечное, написанное, ЧВК, малышок. Ну, в общем, это, видимо, тоже так и будет. То, о чем мы тоже и говорили. Спасибо вам огромное за вашу работу, за вашу деятельность и за сегодняшний разговор. До новых встреч. Благодарю вас. Спасибо.